Мой дом, моя крепость Или каждый раз покидая свою квартиру, нам просто очень хочется в это верить Ведь железная дверь может и не стать желанной преграной на пути к хрупкой безопасности вашей квартиры А дорогой замок порой взламывает еще быстрее, чем вы закрываете его ключом Как же сохранить все, что нажито не по сильным трудам? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться вместе с программой «По счетам» Ограбления бывают разными Громкими, порой о них узнает весь мир Они даже становятся поводом для написания киносценарий Август 1963 года Англия Команда примерно из 10 человек подготовила план ограбления поезда Состав перевозил банковские деньги из Англии в Шотландию Как писали многие СМИ в то время Это преступление стало символом новой серии ограблений Технически грамотно подготовленных План был тщательно разработан Почти 3 миллиона фунтов стерлингов было украдено всего за 4 минуты Обычными, но не менее громкими 1994 год Норвегия Из Национального художественного музея в Осло Украдена одна из самых знаменитых картин всех времен и народов Никаких хитроумных подкопов И вообще ничего из богатого арсенала Голливуда Все произошло прозаично и буднично Грабители средь бела дня вошли с пистолетами В полный посетителями зал музея И взяли все, что хотели В 2006 году картины возвращены на место И конечно, курьезными 1982 год Испания Трое молодых людей, включая двух юношей и девушку Сняли комнату в отеле города Марбелла Стена комнаты прилегала прямо к стене испанского банка Что сделали молодые люди? Правильно Разобрали стену отеля и вошли в банк Вынесли более 15 миллионов долларов Но все их объединяет одно Борьба между тем, кто хочет поживиться И тем, у кого становиться жертвой, в планы не входит Кемерово Население почти 600 тысяч Кто-то утром идет на работу, оставляя квартиру без присмотра А у кого-то в этот момент тоже начинается рабочий будничный день Успех этих людей зависит от того, насколько вы позаботились о безопасности своей квартиры Я когда в подъезд зашла, уже увидела, может быть, почувствовала, что что-то не так Страха, никакой боязни не было Дверь открыла И вот то ощущение страха появилось, когда увидела, что техники нет никакой Цинизм вот этот он поражал, конечно Люди, которые были в квартире, они даже открыли кастрюлю сока Борщ у нас был в холодильнике И поели ее, представляете, на нашей кухне И такое может произойти с каждым По данным управления МВД России по городу Кемерово Каждую неделю в столице Кузбасса насчитывается около 50 квартирных краж В год более 400 Найти злоумышленников удается часто, в 70% случаев А вот украденные вещи достать уже намного сложнее Как правило, их сразу перепродают Сценарии некоторых квартирных краж могут претендовать даже на комедийный сюжет У нас был такой случай, такая квартирная кража, когда правонарушитель открыл дверь Забрался в квартиру, но сработала охранная сигнализация Когда подъехали сотрудники полиции, он в этой квартире заперся И когда они предложили ему выйти, он ответил категорическим отказом И в то время, когда мы ожидали подъезда службы спасения Чтобы открыть дверь, вот этот как раз молодой человек Он там выкурил кальян, спиртные напитки выпил, которые обнаружились в квартире Ну и еще, собственно, после этого сдался в руки сотрудников правоохранительных органов Послужить поводом для ограбления может любая мелочь Например, чуть приоткрытая дверь Ведь порой хозяева им попросту забывают запирать на ночь И грабители, пользуясь этим, проникают в квартиру и забирают первое, что им попадается на глаза И, конечно, переполненный ящик для писем Ведь если их долго никто не забирал Значит, возможно, в квартире уже давно никого нет Примет, по которому любители поживиться чужим могут решить ограбить квартиру масса Это может быть даже счетчик электроэнергии Ведь если он крутится медленно, возможно, и квартира пуста Бывают случаи, когда украденные вещи даже проносят мимо вахтеров Совсем недавно был случай, когда задержали молодого человека За серию крашен велосипедов Он заходил как раз вот в такие дома, элитки, как вы их называете И спокойно выводил оттуда велосипеды Несмотря на то, что там были вахтеры Когда я у него поинтересовался, а почему вас никогда не останавливала охрана Почему вас никогда не останавливали вахтеры Он сказал, что вахтеров нужно выбирать тщательней То есть, собственно, вахтер это не охранник У него в обязанностях нет присматривать за вашей квартирой И остается надеяться только на его бдительность, которую все-таки может и подвести Так что доверять лучше только себе, когда дело касается собственных вещей Поэтому и выбирать, как обезопасить свой дом, следует самому Выбор замков сегодня весьма широк Разные фирмы-производители, разные страны Но у каждого из них, какой у людей, есть своя жизнь и судьба Жизнь замка на сегодняшний день определяется той степенью, насколько его преступники, воры научились открывать Если замок вышел на рынок, на примере возьмем вот реечный вариант, который сегодняшний день вообще как бы с рынка съехал Это вот старые подъездные замки, которые были вот с рейкой, вы нажимали там на них Да, которые не фиксировались никак Все, сразу научились их быстро в течение года открывать И он стал неактуальным, да, ими пользовались, там в подъездах, там секретности не нужны были Ну замок просто, замок сразу умер Не успели его придумать, он за один год просто, ну так, в обиходе говорят, умер Замок состоит из запорного устройства и секрета То есть механизма, в который и вставляется ключ Каждая из составляющих хорошего замка должна быть качественной, чтобы он стал реальным препятствием для злоумышленников Замки делятся на классы, основной критерий это взломостойкость То есть какую нагрузку может выдержать засов или как он правильно называется ригель Например, замки первого класса используют для почтовых ящиков или мебели Взломать их может даже ребенок Пятый класс самый высокий Такие запорные механизмы используют для охраны банковских хранилищ В случае с квартирами подойдут замки третьего, четвертого класса Ригель должен быть сделан из прочного металла, чтобы замок не треснул Кстати, это, пожалуй, именно тот случай, когда размер и количество засовов не имеет значения Хотя может показаться, что из-за внушительного вида замок надежный На самом деле важно, как установлены засовы в запорном механизме, а не сколько их Если сам ригелек будет небольшого размера или большого размера Но в корпусе, в самом теле закреплен он будет вообще минимально и на краю То естественно отломить его можно будет очень довольно спокойно Пусть он будет внушительных размеров Но если он будет на самом краешке выходить, прямо на самый Достаточно будет просто сделать небольшой залом И он просто отвалится от ригельной пластины Но когда ригеля на более современных замках расположены во всем корпусе Когда ригель плюс еще каленый Тогда уже и взлом, когда переходит не на 300-500 килограмм, да, или там от трех тонн Уже доходит уже до 10 тонн Иными словами, это масса, которую замок способен выдержать при давлении Теперь поговорим о секрете Каким бы прочным ни был засов, если к нему удастся подобрать отмычку, двери откроются Поэтому замки делятся по так называемым уровням секретности То есть по типу и сложности механизма, который отвечает за открытие замка Сувальдные, цилиндровые, роторные, шариковые, помповые и дисковые Вдаваться в тонкости, как действует каждый из них, нет смысла Стоит лишь отметить, что наиболее сложными сегодня являются дисковые замки На сегодняшний день они придумали еще ни одну отмычку Ни один механизм, как его отработать и открыть как только ключом Кроме того, следует обратить внимание, и где находится механизм секрета Важно, чтобы он был за запорным устройством Так к нему будет сложнее подобраться А для большей надежности можно поставить и броню на замочную скважину с внешней стороны двери Она защищает от перепиливания, высверливания и других механических повреждений Если голова это замок, то шея определенно дверь К ее выбору стоит подойти не менее внимательно Не стоит гнаться за дешевизны и покупать китайские двери Стоят они дешево, в районе 5000 рублей Но что вы за эти деньги купите? Металл толщиной не более полумиллиметра Из-за таких наноразмеров дверь уже успела получить в народе прозвище «жестяная банка» Если же вы хотите чувствовать себя за дверью, как за каменной стеной Толщина металла должна быть не менее одного миллиметра Для пущей крепости можно также приобрести цельногнутые двери За счет того, что в них создают ребра жесткости, дверь становится крепче Берем 4 миллиметра металл Лис, да, вроде бы он крепкий, без ребер Но чтобы создать дверь легче была, это раз Второе, по крепости была крепче, чем 4 миллиметра Но сделать из более тонкого металла, значит, надо создать ребро жесткости Эти люди замками и дверьми на «ты» Знают о них все или, по крайней мере, то, как их можно взломать Только вот делают это не ради наживы, а ради спасения жизни людей За день им приходится проникать в чужие квартиры далеко не один раз Теряют ключи, замки ломаются, захлапываются машины Ребенок закрыл Ребенок может закрыть Также собака, кошка там толкнуть может за движку Забраться через окно, открыть замок – для них это ежедневная работа Делиться своими секретами не могут профессиональная тайна Но несколько советов все-таки дали Во-первых, каким бы ни был хорошим и дорогим замок, за ним необходим уход Срок службы механизма не вечен Кроме того, если вы хотите купить себе дорогой и качественный замок стоимостью примерно от 2000 рублей Лучше, чтобы его установили профессионалы, иначе деньги можно выбросить на ветер И последнее, по мнению спасателей, один замок хорошо, а два – лучше Да это два должно по-любому Если это для профессионала, даже пустяки, открыть замки, то у него время уйдет или один замок, или два Или два Крепкий засов, толстая железная дверь – все это, конечно, интересно, но мы-то с вами живем в современном мире и хочется пользоваться всеми его благами Так что было бы очень неплохо, если бы наша квартира имела собственные глаза и уши А главное – сообщала нам о том, когда кто-то без нашего разрешения хочет в нее проникнуть Но, как говорится, карты в руки Сегодня из своей квартиры можно сделать настоящий наблюдательный пункт Были бы деньги – видеокамеры, инфракрасные датчики движения, звук – все это есть в арсенале вневедомственной охраны, которой вы можете доверить охрану своей квартиры Если вы выберете такой способ, то сердцем безопасности станет вот этот блок, куда будет передаваться сигнал от различных датчиков, а потом на пульт самого охранного предприятия Способов передачи сигналов несколько, от этого зависит и цена прибора Первый – с помощью городских телефонных линий Обойдется такой передатчик примерно в 5,5 тысяч рублей Но сегодня многие отказываются от домашних телефонов и переходят на сотовую связь В этом случае вы можете выбрать датчик из передачи сигнала по GSM Принцип тот же, что и сотовом телефоне В него вставляется сим-карта, с помощью которой и передается сигнал Но поскольку сотовая связь имеет свойство пропадать, то можно выбрать модель датчика с двумя сим-картами, воспользовавшись услугами разных сотовых операторов Обойдется это удовольствие вам в 10 тысяч рублей И пожалуй наиболее надежный – это радиопередатчик Стоит он 15 тысяч рублей, но зато будет работать наиболее надежно Самих же датчиков движения сегодня множество, нужно только выбрать Например, если взять фотон ша, то тоже можно по названию определить, что это фотон шторы А принцип действия у нее шторы То есть, чтобы не захватывать весь ракурс квартиры, а допустим отсечь одну определенную стену, дверь Ну, как правило, мы ставим на открывающую-закрывающую конструкцию, это двери, там кимут лозы В результате чего получаем, что сигнал тревоги у нас при пресечении какой-то определенной рубежа Кроме того, есть приборы, которые обнаруживают движения с помощью радиоволн Вероятность погрешности таких датчиков меньше, чем инфракрасных, а значит и ложных срабатываний Если дома есть домашнее животное, сегодня это тоже не проблема Существует на сегодняшний день извещатель, который предусматривает фильтрацию полученной информации То есть до 10 килограмм, движение любого предмета до 10 килограмм, которые там с 10-15 Если у вас, допустим, кошечка, килограмма на 2-3, это одно Если у вас большая-большая овчарка, килограмм на 60, то это другое Магнитно-контактные извещатели для дверей Универсальные датчики тепла и движения Одним словом, хотите сделать из своего дома штаб, сегодня это возможно Сигнал о любом движении поступает на пульт диспетчера к охране В Кемерове работает более 20 круп задержания Как правило, на место они пребывают в течение 3 минут Итак, подведем итог Во сколько нам обойдется строительство крепости из своего дома Почитаем минимальные затраты Один из самых дешевых из замков, типа сувальдной, обойдется примерно в 350 рублей За установку нужно будет отдать около тысячи, в зависимости от сложности работы Если вы захотите поставить броню, еще 400 рублей Самая дешевая дверь, если не рассматривать китайскую, стоит от 10 тысяч рублей Установка – 2,5 тысячи рублей Теперь сигнализация Приемно-контрольный прибор с передачей сигнала по телефонным линиям будет стоить 5,5 тысяч В каждую комнату вам придется поставить минимум по одному датчику движения Его цена от 500 рублей Плюс расходные материалы провода – 500 рублей Стоимость монтажных работ будет зависеть от количества комнат – от 10 тысяч рублей Итого 30 тысяч 750 рублей А теперь посмотрим, сколько же нам понадобится, чтобы сделать из своей квартиры банковский сейф Одни из самых дорогих замков, типа дисковые, стоят от 7 тысяч рублей Установка также в среднем – тысяча Защита для замка с отдельным магнитным ключом обойдется в 8 тысяч 300 рублей Дверь примерно от 20 тысяч рублей Плюс установка – 2,5 тысячи Сигнализация Датчик движения – один из самых дорогих 2,5 тысячи в одну комнату Магнитно-контактные датчики на дверь, которые сработают в том случае, если ее захотели открыть без вашего разрешения – 400 рублей Провода – 500 рублей И приемно-контактный прибор с передачей сигнала по радио от 15 тысяч рублей И монтажные работы, например, в трехкомнатной квартире плюс кухня от 16 тысяч рублей Итого 78 тысяч 200 рублей И еще несколько советов На дверь лучше установить два замка Чем выше уровень секретности у замка, тем лучше Не помешает поставить защиту на замочную скважину с внешней стороны двери При выборе двери не гонитесь за низкой ценой Необходимо, чтобы толщина металла была не менее 1 миллиметра При установке замка лучше обращаться к профессионалам Если вы хотите быть уверены в безопасности своей квартиры, лучше поставьте сигнализацию Но почему, если, казалось бы, все так просто, проблема квартирных краж по-прежнему остается актуальной? Всегда находятся те люди, которые не ставят сигнализацию Всегда находятся те люди, которые не закрывают дверь, забывают закрывать дверь Всегда находятся те люди, которые думают, что их это не коснется И за счет них как раз вот это остается на стабильном высоком уровне Количество совершенных краж Какой бы совершенной ни была система безопасности Люди, которые хотят обойти ее, будут всегда И пока остается это соперничество, беспокойство за квартиру нас не оставит Сегодня мы рассказали о том, как можно сделать из своего дома, если не крепость То хотя бы постараться оградить его от незваных гостей И никогда не стоит забывать о просто хорошем отношении с соседями Ведь именно они могут сыграть решающую роль в судьбе вашего имущества Которое нажито непосильным трудом Это была программа по счетам Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok